Прополис, воск, перга, маточное молочко, яд и даже пчелиная моль. Буквально всё, что касается хоть в какой-то мере пчёл, может быть использовано для лечебных целей. То есть общая укрепляющая точка. Считаем до 30 и убираем. Дышим животиком глубоко, считаем от 100 до 1. Мысленно представляя цифру и произнеся её про себя. Всё достаточно на сегодня. В Древнем Египте и Древнем Китае люди осознанно жалили друг друга маленькими труженицами. Так они повышали тонус в теле и обезболивали места неглубоких ран. Сегодня лечение пчёлами официально называется апитерапией. Но для тех, кто не хочет жалиться, люди придумывали специальные дома, куполы и апидомики. От пяток до макушки вы окружены пчёлами. Но пчёлок вы потрогать не можете, вы их видите только глазками, потому что они под сеткой, а внизу они в ульях. То есть вы можете полежать, посидеть. Мы их видим и слышим. Да, видите и слышите. Они своей энергетикой, своей вибрацией, они начинают вас лечить. Особенно нервную систему, психологически вы успокаиваетесь. Это очень на мозг влияет. То есть даже там творческие способности развиваются. В домах можно читать книги, проводить мастер-классы и даже спать. Там находятся 13 семей. 9 внизу, 4 вверху над головой. Вот там видят литки, которые производят шум, генерируют шум. Уровень этого шума, она соответствует нашему уровню. Это в пределах от 8 до 12 герц. Вы ощущаете энергетику пчелиной семьи, вдыхаете воздух, который насыщен ароматами мёда, воска и прополиса. Таким образом, происходит воздействие на психическую и ментальную сферы организма.